21 компания-эмитент имеет долг перед единым накопительным пенсионным фондом. Общая сумма составила около 45 миллиардов тенге. Чтобы вернуть проблемные активы, ЕНПФ подал иски на всех должников, благодаря чему часть денег удалось вернуть фонд. Тем временем доходность пенсионных активов на счетах вкладчика в сравнении с прошлым годом заметно повысилась. Подробнее наш корреспондент. Дивиденды на счетах вкладчиках ЕНПФ в уходящем году более ощутимы, чем в прошлом. Чистый инвестиционный доход с начала года составил 495,5 миллиардов тенге. Это на 2,3% больше прошлогодних показателей. Доходность пенсионных активов составила на 1 декабря 2017 года 7,15%. При этом за этот же период инфляция составила 6,3%. При этом основная часть дохода была получена от вознаграждения по ценным бумагам. Но доход мог быть и больше. Сразу 21 компания задолжала фонду около 45 миллиардов тенге. На всех должников ЕНПФ подал суд и выиграл. Но пока фонд вернулась лишь 15-я часть долга. Самая большая задолженность у акционерного общества «Казахстан Хагаза» – 12,5 миллиардов тенге. Вернуть деньги в ЕНПФ намерены после судебного процесса в Лондоне. Там сейчас находится один из ответчиков по иску фонда. 22 декабря 2017 года высокий суд Лондона принял положительное решение по судебному иску. Точная сумма иска будет определена по английскому праву в результате так называемых косвенных слушаний, которые должны состояться уже в 2018 году. Таким образом, решение суда создает реальные перспективы по возврату задолженности по пенсионным активам. ЕНПФ заверили, что работа по возврату денег продолжается. В целом, в этом году пенсионных накоплений стало больше на 980 миллиардов тенге. И теперь их общая сумма составляет 7,7 триллиона тенге.